Дорогие студенты, здравствуйте! Вы пришли на кафедру факультетской терапии, но если говорить точнее, вы пришли в стены факультетской терапевтической клиники имени Владимира Никитича Виноградова. Я хочу поздравить вас с этим и начать наш рассказ о клинике, в которой вы оказались. И вводный курс, собственно, в наш курс факультетской терапии. Все вы знаете, что наш университет является прямым продолжателем медицинского факультета Московского университета, который был создан в числе первых трех факультетов. Указом 1755 года, указом Елизаветы Петровны, был основан Императорский Московский университет 25 января 1755 года. Именно от этой даты мы, по сути, и ведем свою историю. Первым был создан факультет философский, который давал базовое образование студентам, кем бы они ни становились дальше. И затем они могли продолжать свое обучение либо на медицинском, либо на юридическом факультете. Наш, собственно, медицинский факультет был открыт тремя годами позже, 13 или 1 августа по старому стилю 1758 года. Именно к этому времени студенты окончили курс обучения на философском факультете и приступили к занятиям на медицинском. И первое здание находилось в самом центре Москвы. Тогда это была главная аптека у Воскресенских ворот. Если вы посмотрите на фотографии внизу, вы узнаете это место. Это фактически вход на Красную площадь со стороны Тверской улицы. Вот именно в этом небольшом здании помещался первый медицинский факультет. Довольно долго медицина преподавалась лишь теоретически. И лишь в 1772 году Петр Дмитриевич Вениаминов приступил к преподаванию практической медицины. Он занимался этим не очень долго, 3 года. И уже в 1775 году его сменил Семен Герасимович Зебелин. Имя, которое вы должны были, безусловно, слышать и еще услышите на многих курсах и на курсах истории медицины. Но именно мы должны сказать о нем особо. Как вы видите, Семен Герасимович более 25 лет преподавал практическую медицину. И это был не просто первый русский профессор медицины, потому что, как хорошо известно, первыми профессорами университета были различные европейские специалисты. У нас просто не было своих. И как раз вот к первому 25-летию с момента создания университета мы смогли выдвинуть на эту должность уже своего абсолютно русского ученого. И он не просто начал преподавание по-русски, отчасти, конечно, но он начал и продолжил преподавание практической медицины, что было совсем непросто, поскольку клиник никаких в тот момент при факультете не было. В его бытность профессором был открыт тот главный университетский корпус на Маховой, который построен архитектором Казаковым, который вы тоже хорошо знаете. Он и по сей день принадлежит Московскому университету. Там занимаются студенты гуманитарных факультетов. Он находится непосредственно на Маховой улице. Вы часто ходите мимо него, если идете, предположим, в корпус анатомии или нормальной физиологии. Вот там помещались все первые факультеты, в том числе и наш медицинский. Это наш второй адрес в Москве. Семен Герасимович Забелин учился в славяно-греко-латинской академии при заиконоспасском монастыре. По сути дела, никаких государственных, не связанных с религиозным образованием учебных институтов в то время не было. И вот эта славяно-греко-латинская академия, она давала такое наиболее полное классическое образование и как раз и смогла подготовить его к дальнейшему преподаванию в Московском университете. Как все профессора, о которых мы будем говорить, продолжал свое обучение Семен Герасимович в Европе. В его случае это был Леденский университет, нынешняя Голландия. И там он защитил диссертацию на степень доктора медицины на тему о естественных целебных мылах, добываемых из трех царств природы. То есть это была лечебная диссертация, это было особенно сложно в то время, когда лечить было практически нечем. Тем не менее он смог найти какие-то новые возможности в лечении. Вы видите, что это не только обучение, это полноценная научная деятельность в Европе. И вернулся он оттуда уже европейски образованным специалистом, после чего и начал чтение на русском языке самых разных курсов на медицинском факультете. Это был курс теоретической медицины и так называемая натуральная история химии и ботаника. И самое главное, врачебное веществование в сочетании с анатомией и хирургией. Первые годы, десятилетия эти курсы никак не разделялись. И один профессор мог читать все эти курсы. В 1767 году он, как вы видите, гораздо позже, чем ученое звание, получил звание практического врача и получил право лечить пациентов. Причем довольно быстро стал одним из самых популярных московских врачей. И дальше каждый из директоров нашей клиники, о ком мы будем говорить, совмещал в себе, как правило, и научные различные потенциалы. И, как правило, был одним из самых знаменитых, ценимых в Москве врачей. Вот это та особенность нашей клиники, которая, мы надеемся, сохраняется и до настоящего времени. Никогда с самого начала мы не разделяли чисто научную и преподавательскую деятельность и работу в качестве врача. Итак, в 68-м году он еще работал совместно с Вениаминовым, а с 72-го года занял кафедру практической медицины, непосредственную предшественницу нашей кафедры, и одновременно в течение 15 лет выполнял обязанности врача при университетской больнице. Это еще не была клиника, это была именно университетская больница. То есть, по сути дела, он мог там не работать, это не входило в его должностные обязанности. Но, тем не менее, ни один преподаватель в культетской терапии никогда себя в отрыве от практической деятельности не видел. И с 1784 года он был принят в действительные члены Российской Академии Наук. Что мы знаем, что дошло до нашего времени о Семене Герасимове Забелине, кроме того, что это первый русский профессор медицины. Он первый начал показывать на теоретических лекциях больных, то есть проводить то, что мы называем разбором больных, и что по сей день остается основой клинического преподавания. Он занимался вопросами русской медицинской терминологии, которые к тому времени практически не было. И он начал этот процесс. И всячески старался вводить русскую терминологию в свое преподавание, и всячески старался делать лекции более клиничными. Помимо этого, он занимался экспериментальной патологией, и пытался действительно по мере возможностей, которые были в то время, внедрять, изучать какие-то более эффективные методы лечения. Уже тогда он ставил вопросы профилактики. В ситуации, когда эффективных лечебных средств было очень мало, проще, как и сейчас, во многом было предотвратить массовые заболевания, чем потом их лечить. Он интересовался вопросами демографии и причинами низкого роста. Уже тогда, казалось бы, в те времена стоял вопрос и безбрачия, и низкой рождаемости, и, конечно, высокой смертности. И, конечно, ни один из наших директоров не оставался в стороне от эпидемии. На долю Семену Герасичу пришлась эпидемия чумы. Москва, 1771 год, в борьбе с которой он активно участвовал. Очень мало сведений дошло до нас. К сожалению, мы практически не знаем, как выглядел Семен Герасимович. Сохранялся лишь очень краткий словесный портрет. Роста ближе к среднему, стар, широкоплечь и сух, лица большого, длинного, белокур. Ну, старая, это значит уже кто-то с ним познакомился в последние годы его жизни. И хочется процитировать вот такое его замечательное высказывание. «Робость в открытии своих мнений свободных наук неприлична, но смелость, разумом и искусством порождённая, честь и хвалу заслуживает. Задача медицины состоит в охранении здравия, в исцелении его повреждённого и в продолжении жизни». Ну, сложно сказать что-нибудь против таких высказываний. Конечно, память такого человека, как Семена Герасимович Забелин, должна жить не только в каких-то текстах, в воспоминаниях, но нам очень хотелось обрести материальную память, тем более, что всю свою жизнь он провёл и умер в Москве. И, собственно, это удалось усилиями таких энтузиастов, как профессор истории медицины Николай Борисович Коростелёв. Вот он стоит справа от отца Сергия. И Александр Викторович Недоступ, профессор нашей кафедры факультетской терапии. Вы видите, им удалось найти вот эти старые чёрно-белые кадры. Это фотография надгробия Семёна Герасимовича на бывшем Лазаревском кладбище. По нынешним меркам это центр Москвы, это Сущевский вал, Олимпийский проспект. Лазаревское оно названо по имени церкви, которая там находится. И, собственно, оно уничтожено. Почему оно бывшее? На его месте был построен в советские времена фестивальный парк, по которому мы в школьные наши годы гуляли, не зная о том, что это кладбище. Но вот такая фотография осталась. По разрушенной надгробии, прямо за алтарём храма. И остался текст эпитафии 1802 года. По сердцу ему стей истинный мудрец. Он славы не искал, но был наук красою. Любовь ко ближнему была его душою. И с тихих дней его она сплела венец. Для муссотечества, который не увянет, Забелем вечно жить своей пользой станет. Имея вот такую фотографию, первое, что сделали наши профессора, обозначили место за алтарём храма, установив вот этот памятный крест. Оно высчитано достаточно точно. Если вы сравните фотографии, это практически одно и то же место. И вот уже в начале 2000-х годов на этом месте был восстановлен крест и была поставлена памятная доска. Вот так выглядит это же место несколько позже, потому что практически каждый год мы продолжали приезжать. Наши профессора становились старше, но это место, где они неизменно встречались. Вот эта фотография мне всегда напоминает картину Нестерова «Мыслители». Действительно, это люди, которые, слава Богу, живы, но которым мы должны быть всегда благодарны и всегда их помнить, которые с огромным энтузиазмом и пониманием значимости этого дела занимаются восстановлением могил наших директоров. Что ещё хочется сказать об этом месте? У Семёна Герасича Забелина оказалась очень необычная соседка. Это всего-навсего мать Фёдора Михайловича Достоевского, Марии Фёдоровны Достоевской. Вы видите центральную фотографию, она сделана с места её надгробия, то есть она находится чуть дальше могилы Семёна Герасимовича. Вот так выглядел памятник, который поставил сам Фёдор Михайлович. И вот этот текст другу милому незабвенному супруге нежной матери и попечительнице «Покойся, милый прах до радостного утра» его сочинил и выбил на этом памятнике непосредственно Фёдор Михайлович. Тем не менее, дальше в наши советские времена останки Марии Фёдоровны претерпели массу мытарств. Они были изъяты при уничтожении кладбища, помещены в музей антропологии. Там с её черепом работал скульптор Герасимов. Он воссоздал скульпторный портрет Марии Фёдоровны. После разрушения Советского Союза останки были изъяты из музея. И в настоящее время они довольно странно в таком виде находятся в храме Зарайского Кремля. Вот вы видите, что открытый фактически небольшой детский гробик в храме. То есть это и не мощь, и это и не могила. Но считается, что это временное место. И дальше оно может оказаться рядом с отцом Фёдором Михайловичем вблизи Зарайска, в селе Моногарова. Но тем не менее, наши московские жители не теряют надежду вернуть этот прах туда, где он был похоронен, на Лазаревской кладбище. И очень мы надеемся, что, приходя к Семёну Герасимовичу, будем иметь возможность постоять и над могилой Марии Фёдоровны. Сегодня памятник восстановлен, но, собственно, останков здесь пока нет. Следующее имя, которое идёт сразу за Семёном Герасимовичем Забилиным, это Фёдор Герасимович Политковский. Вы видите, что он умер через 7 лет после Семёна Герасимовича. То есть не так долго находился во главе предшественницы нашей клиники. Но имя его мы вспоминаем особо, потому что ему удалось сделать очень многие вещи, которые заложили основу клинического преподавания. Родился он не в Москве, он родился в Малоруссии, но учился уже непосредственно у Забилина, в Московском университете. Так же, как и учитель, проходил дальнейшее обучение в Гледенском университете и так же успешно защитил там диссертацию о пиогении. После чего вернулся в Москву и был назначен преподавателем естественной истории на медицинском факультете. Дальше он стал экстраординарным, ординарным профессором, то есть как бы штатным. И в дальнейшем был после непосредственно смерти Семёна Герасимовича в 1802 году перемещен на его кафедру в практической медицинной химии, оставался параллельно директором университетского музея и продолжал читать лекции по естественной истории. Три года подряд он избирался деканом факультета, в то время эта должность была именно выбранная, и избирались на неё наиболее почитаемые профессора факультета. Если говорить о каких-то печатных трудах, конечно, с тех пор сохранилось немного. Известно, что он является автором краткого обозрения о врачебной науке до времён Кулена, но не как автор научных работ, знаменит Фёдор Герасимович, а в первую очередь как человек, очень активно внедрявший клиническое преподавание. Вам должно слышать и видеть, но безменное рассуждение у вашего всегда должно быть при вас. Взвешивайте на одном все теории и делопроизводства других, сосите мёд и оставляйте яд. В 1804 году, то есть через два года после того, как на факультет пришёл Фёдор Герасимович, вернее сказать, не на факультет, а непосредственно на кафедру, был принят новый устав императорского Московского университета, и в его разработке Фёдор Герасимович принимал самое активное участие. Согласно этому уставу, единая кафедра медицины практической была упразднена и образована более специализированная кафедра патологии, терапии и клиники, которую он, собственно, в течение последних пяти лет своей жизни и возглавлял. При этом курс патологии читал один, как Немиров, то есть уже с самого момента создания эта кафедра, по сути дела, делилась на две. Наиболее значимой частью была именно кафедра терапии и клиники. Курс патологии, естественно, был с ней тесно сопряжён, но виделся всё-таки как теоретический курс. Очень непросто оказалось выяснить, где находился вот тот первый клинический институт, который усилиями Фёдора Герасимовича удалось открыть 30 августа 1805 года, то есть на следующий год после введения устава и создания специальной кафедры терапии. Именно в этом институте Фёдор Герасимович и начал чтение так называемой советовательной медицинной постели больных и проводил уже регулярные разборы в течение часа в неделю. Именно 1805 год является датой рождения клинического института нашего университета. То есть, если говорить совсем просто, это первая клиника. Вот тот клинический городок, где вы сейчас находитесь, он ведёт свою историю от клинического института, открытого в 1805 году. Вы видите, в нём было всего терапевтических, но и это было огромным достижением, потому что, что такое клинический институт? Это больница, которая создана специально для нужд преподавания. То есть на эти 12 коек госпитализировали пациентов, которые должны были непосредственно участвовать в учебном процессе и служить для демонстрации тех болезней, которые преподавались на кафедре терапии и клинике. Что нам было известно о расположении этого института? Конечно, он находился в самом центре Москвы, вблизи от основного корпуса, вот того самого университетского корпуса на Маховой. И было известно, что он находится на углу Никитской улицы нынешней. Ну, собственно, она и тогда носила такое название. В советские времена она долго называлась улица Герцова. На углу Никитской и Леонтьевского переулка. Вот этого Леонтьевского переулка на сегодняшних картах Москвы нет. Если вы посмотрите на правую картинку, это современная карта Москвы. Есть Толгоруковский, бывший переулок. Он сейчас носит название либо газетный, либо Никитский какой-то из них. Но нет здесь никакого Леонтьевского переулка. А есть он гораздо дальше. Практически уже на пересечении Никитской и Тверского бульвара. Но по всем сведениям, которые у нас были, институт должен был находиться гораздо ближе к Маховой. Нам было непонятно, где же был вот тот старый Леонтьевский переулок, о котором все пишут. Но удалось выяснить в архивах, что действительно этот переулок существовал. Существовал вот на этом месте и назывался он так по имени храма в честь Леонтия. Храм как раз был вот здесь, на месте института. Дальше он разрушился и на его месте был построен первый клинический институт. Вот так как он обозначен на обеих картах. И на старый, и на современный. Дальше переулок был уничтожен, и все наши ориентиры оказались разрушены. Имя Федора Герасимовича Политковского, оно оставило след в истории не только медицины, но и вообще в истории русского общества начала 19 века. В частности, у нас есть высказание Николая Михайловича Карамзина о том, что господин Политковский, следуя Ленеевой системе, проходит царство натуры, изъясняет научные слова и наименования, еще новые в языке русском, и замечая все достойное удивление как в общем плане творения, так и в особенных существах, старается возбудить в слушателях любовь к великой науке природы. То есть Николай Михайлович Карамзин, по всей видимости, слышал его лекции по теоретической медицине и отмечал такую вот их особенность. Опять же мы имеем небольшой словесный портрет, хотя в данном случае не только словесный, росту высокого лица овального пригожего, брюнет с живостью, в крепких силах, в отличие от старого Забелина, с речью быструю, размотист и шутлив. Даже на лекциях и с больными слушателям давал собою образец. Ну, замечательный русский язык, размотист и шутлив, я думаю, слова, которые нам понятны, но, к сожалению, уже не используются. И высказывание самого Федора Герасимовича. На все системы смотреть советую беспристрастными глазами, коими руководствовать должны разум и опыт. Так поступал Гиппократ и все великие мужи. Это столбовая дорога, а система, суть дороги проселочной. Вам должно слышать и видеть, но безменное рассуждение ваше всегда должно быть при вас. Взвешивайте на ум все теории, делая производство других, и еще раз сосите мед и оставляйте яд. Ну, достаточно приложить это высказывание к многочисленным современным теориям, чтобы понять, насколько оно верно. Есть, опять же, очень скудные сведения о том, какова была посмертная судьба Федора Герасимовича, и при том, что мы знаем, что он умер в Москве, к сожалению, отыскать следы его захоронения оказалось еще более сложным, чем в случае изобилия. Вот то исходное положение, от которого мы отталкивались, это цитата из замечательной книги Николая Борисовича Крастелева «Некрополь медицинского факультета Московского университета». Одна фраза. Погребен в своем имении Славково, Зенегородского уена, уезда Московской губернии, со ссылкой на такого известного московского некрополита, некрополиста, как Сорокин. К сожалению, сам Сорокин ничего не записывал, и все, что мы знаем от него, все, что слышал Николай Борисович, известно лишь со слов. Итак, вот единственное упоминание в разговоре в своем имении Славково. Ну, опять же, пользуясь современными средствами интернета, мы к своей радости нашли такую деревню Славково Зенегородской области. Сегодня, по сути дела, это Московская область. Та она или не та, у нас не было полной уверенности, но расположение вроде как совпадало. Поселок Славково, Истринского района Московской области. Туда отправилась небольшая наша бригада. Мы нашли действительно эту деревню. Все как обозначено на карте. Деревня, поселок, трудно сказать. Вот так выглядит въезд. Небольшая автобусная остановка. Что можно было найти внутри самой деревни, мы представляли плохо. Помимо домов, единственное общественное место – это вот такой небольшой мемориал землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Мы остановились, побродили вокруг, посмотрели, нет ли каких-то заброшенных или не очень заброшенных могил. Ничего не нашли. Дальше увидели вот такую вывеску, как «Парк культуры и отдыха». Но вы видите, что находится за ней. Это, по сути дела, тот же мемориал. Небольшой пруд. И на другом берегу этого пруда уже совсем другой поселок, другие дома, другие люди, которые явно не являются местными жителями. Оставалось только пойти по домам и провести расспрос каких-то пожилых жителей самой деревни Славково. И вот одна из самых радушных насельниц деревни, одна Андреевна Устинова, рассказывает Александру Викторовичу недоступа, что она знает об интересующем нас, профессоре медицине Фёдоре Герасимовичу Политковскому. Конечно, имени такого она не слышала. Нельзя сказать, что какая-то легенда передаётся в деревне, что в ней помнят своих помещиков, помнят, что владельцами деревни были Политковские. Этого не оказалось. Но нас направили в другой дом к жителям этой деревни, Терафиме Николаевне и Виктору Михайловичу Малыгину, которые, по мнению Анны Александровны, могли рассказать несколько больше. Вот эти два замечательных жителя, которые, собственно, тоже фамилию Политковского от нас услышали впервые, но рассказали, что их сосед по дому, которого, в общем, зовут тоже Слава, нашёл на своём участке какой-то надгробный камень. И случилось это тоже таким довольно интересным образом. У него сгорел дом, и при расчистке вот этих остатков дома и был обретён этот камень, который, конечно, на участке был не нужен, его вынесли в поле. Значит, надпись на нём читалась очень плохо, поэтому, так как её смогли прочесть местные жители, они считали, что это памятник Пожарскому. Ну, фамилии известны, думали даже о том, что это может быть тот самый князь Пожарский, хотя мы знаем, что он похоронен в другом месте, и направили нас фактически в чистое поле искать вот этот памятник. Ну, искать его не пришлось, всё-таки жители знали, где он находится. И вот мы разглядываем эти изображения. Вы видите, что камень действительно очень старый. На каждой из четырёх сторон есть какие-то символические изображения, смысл которых мы не очень понимаем. Но, чтобы было понятно сразу, что камень действительно вполне может относиться к началу XIX века. А дальше мы прошли надпись, которая нас, конечно, абсолютно потрясла. Не так плохо она читалась. Вот что мы смогли прочесть. Здесь погребено тело раба Божия статского советника и кавалера Фёдора Герасимовича Политковского, скончавшегося в 809 году июля 13 дня. Надо сказать, что поехали мы в деревню Славково ровно через 200 лет после смерти Фёдора Герасимовича. Это были тоже июльские дни 2009 года. И, конечно, обретение вот этого единственного камня в чистом поле мы восприняли как абсолютное чудо, которое оказалось таким образом связано с юбилеем. И можно сказать, что Фёдор Герасимович нас дождался. И к 200-летию со дня его смерти мы получили возможность наконец почтить его память. Долго мы изучали все стороны этого памятника, пытались понять, что же всё-таки изображено. Вы видите здесь волны, некоторое существо. Конечно, мы плохо ориентируемся в символике начале XIX века. Там много было и масонских символов, и это могло быть связано и с родовыми гербами. Но, во всяком случае, у нас было уже изображение. С другой стороны этого памятника было написано о том, что это сердечное приношение сына добрым, любезным родителям. То есть, наверное, изначально были похоронены родители Политковского в этом семейном имении. Мы, как могли, расчистили территорию вокруг памятника, немножко его украсили, обозначили это место и, собственно, стали заниматься дальнейшим благоустройством. Вот, собственно, тот самый Слава, Вячеслав Евгеньевич Славин. Фамилию он носит тоже по имени своей деревни, на территории которого, участка которого и был найден этот камень. Вот эти фотографии показывают участок Вячеслава Евгеньевича и примерно показывают то место, где был обретен памятник. То есть, мы можем предполагать, что именно здесь находилось родовое кладбище, в том числе и помещиков Политковских. Дальше началась переписка с местной администрацией, которая была, в общем, достаточно успешна. И на нашу просьбу заняться благоустройством памятника откликнулась председателем сельсовета. Вы видите наш следующий визит уже немножко в другое время года, осень. И в наших действиях участвует уже председатель сельсовета, которая выразила свое согласие и, собственно, разрешила нам перенести этот памятник из поля поближе к мемориалу. Мы отправляемся осматривать место мемориала туда, куда приходят помянуть своих земляков, жители деревни Славково. Совершенно было закономерно, что установить памятник лучше всего здесь, конечно, не на участке Славкина, конечно, не в поле, а там, где люди приходят почтить память. Одновременно удалось обнаружить герб рода Политковских. Вы видите снова изображение кораблика. Возможно, каким-то образом это связано с тем изображением, которое мы видели на памятнике. Ну и усилиями и местных жителей, и Александру Викторовичу недоступа, в первую очередь, действительно, нам удалось переместить этот памятник и поставить его рядом с мемориалом. И поскольку надпись читается очень плохо, установить современную мемориальную доску, где воспроизведен этот текст, и дальше дается комментарий о том, что это памятник выдающемуся русскому врачу, профессору, директору Первого клинического института, декану медицинского факультета Московского университета Политковскому Фёдору Герасимовичу. Вот вы видите момент установки этой памятной доски. И, конечно, особенно приятный момент, это уже июль следующего года, когда многие сотрудники нашей клиники смогли приехать сюда и почтить память нашего предшественника. В их ряду вы снова видите Николая Борисовича Картилёва, неутомимого. И вот такой замечательный человек, который носит фамилию Захарин и является потомком Григория Антоновича Захарина, о чём мы ещё будем обязательно говорить. Герберт Моральс Захарин проявил очень большой интерес к истории нашей клиники и не только своего предка, но и вообще ко всем нашим историческим изысканиям и стал хорошим, добрым другом нашей клиники. Нам очень приятно понимать, что в какой-то степени сбылось вот это предсказание Фёдора Герасимовича, которое он сделал в письме своему другу. Будет время, и о нас с тобой вспомянут, и доброе слово хороших людей будет о нас памятью. Преемником Фёдора Герасимовича на посту директора клинического института стал человек, имя которого наверняка вы все слышали, это Матвей Яковлевич Мудров. Я несколько задумалась, потому что вопрос о том, как ставить ударение, он до сих пор обсуждается. В русском языке нет правил, здесь как его поставили, так оно и будет ставиться. Всё-таки от старых врачей мы чаще слышим именно такое произношение Мудров, то есть из поколения в поколение оно каким-то образом перешло, и мы придерживаемся ударения на второй слог. Что известно об этом человеке? Известно довольно много, но вопросы начинаются уже с даты рождения. Вы видите, стоит дата рождения 1776 год, хотя в Вологде, там, где он родился, обсуждается и более ранний год, возможно, 1772. Каждый раз, когда мы готовимся праздновать юбилей, вопрос с даты рождения, он встаёт с новой остротой. Я не думаю, что это так важно, в какой год мы вспомним Матвея Яковлевича, потому что на самом деле мы вспоминаем его всегда, его портрет находится в нашей портретной галерее, и не бывает года, когда мы забывали бы об этом человеке. Как и уже все последующие директора клиники, он является непосредственным выучеником, как говорили, медицинского факультета императорского Московского университета. То есть каждый следующий директор клиники, он получал образование именно в нашей школе, в нашей клинике, и являлся непосредственным продолжателем традиций, прекрасно их знал, впитывал их, что называется, на своей шкуре. Хотя рождались они все в самых разных местах, но становились врачами и учёными именно в стенах Московского университета. Вы видите, что он застал из Эбелина, он учился у хирурга Рихтера, он учился непосредственно у Политковского и такого известнейшего профессора университета, как Фёдор Иванович Барсук Моисеев. Два года он поработал в военном госпитале, после окончания нашего университета он работал практическим врачом, и там были заложены все основы его дальнейшей практической деятельности, после чего он получил возможность поехать учиться в Европу. Тогда это было всё за счёт университета, за счёт государства. Естественно, сын бедного вологодского священника, который пришёл в Москве с одной котомкой, не мог поехать учиться на свои средства. Он был отправлен туда на обучение и отправлен уже непосредственно от Московского университета. Ему была предложена тема диссертации «Самопроизвольное отхождение пациенты». То есть, несмотря на то, что Матвей Яковлевич избрал свою специальность у терапии, он совершенно спокойно выполнил диссертацию вот на эту, казалось бы, чисто акушерскую тему. По возвращении из Европы он застал эпидемию дизентерии. И на какое-то время он задержался в военном госпитале Вильна, где помимо того, что работал на этой эпидемии в качестве врача, он проводил и глубокий научный анализ и издал такой основополагающий том, который носит название «Принципы военной гигиены», им пользуясь потом не одно десятилетие. То есть, ещё не доехав до университета и не став профессором, он уже почувствовал вкус к преподаванию, вкус к обобщению, к тому, что сейчас мы называем научной деятельностью. В 1808 году, ещё при жизни Политковского, он стал профессором по курсу гигиены, что совершенно закономерно, и военных болезней. По сути, это был новый курс, и его необходимость стала очевидна во время войны, которая шла полным ходом в Европе. Последующие, получается, 22 года он являлся профессором терапии и клиники, то есть той самой кафедры, которая была создана уставом 5-го года и которую руководил Фёдор Герасимович. С 1809 года, с момента смерти Политковского, этой кафедрой руководил Матвей Якович Мудров. Естественно, он принял от Политковского и пост директора клинического института. В 2020 году клинический институт был сильно преобразован, мы скоро об этом скажем, и появилось ещё такое учреждение, как медицинский институт. Одновременно являлся Матвей Яковлевич и деканом. Также избирался неоднократно на эту должность. К концу своей преподавательской деятельности он выпустил курс «Практическая медицина». И, по сути, это было первое обсуждение значимости перкуссии, которое задолго до этого появилось в Европе. И о эускультации, тем не менее, впервые именно в этом руководстве, в России, такое место исследования был подробно разобран и рекомендован к применению. Михаил Николаевич Муравьёв, такой знаменитый историограф начала XIX века, который учился в университете незадолго до прихода туда Мудрова, отмечал, что медицинский факультет оставался без действия по малой склонности студентов к всему учению. И ещё одно высказывание. «Мы учились танцевать, не видя, как танцуют». О чём здесь идёт речь? Это обучение клинике без достаточного контакта с больными. То, к чему нас сейчас опять подтолкнула пандемия, при всех совершенных современных технологиях дистанционного обучения, никакое обучение клиники, никакое обучение факультетской терапии абсолютно невозможно без непосредственного контакта с больными. И вот это та ситуация, которую застал Матвей Яковлевич, с которой боролся Фёдор Герасимович. Именно на преодоление вот этого отрыва было направлено создание первого клинического института. Но вы помните, в нём было всего три терапевтических койки. Матвею Яковлевичу предстояло эту ситуацию каким-то радикальным образом изменить. Естественно, он всячески пытался расширить клиническое преподавание. И первая очень важная веха на этом пути – это создание клинической записки каждого больного. Обратите внимание, 1809 год. Это год, который мы можем считать датой рождения современной истории болезни. До Мудрова никакой регулярной записи истории заболевания ни в клиниках, ни в больницах, по сути дела, не велось. Для Матвея Яковлевича вот эти собрания истории болезни всегда были самым дорогим, что у него есть. И такой лакмусовой бумажкой, которая обозначила ценность этих собраний, стал 1812 год, приход на пленную в Москву, пожар. И вот что пишет об этом Матвей Яковлевич. Сие сокровища, то есть собрания истории болезни, для меня дороже всей моей библиотеки. Печатные книги везде можно найти, а истории болезни нигде. В 1812 году все книги, составлявшие мое богатство и ученую роскошь, оставались здесь на расхищении неприятелю. Но сей архив везде был со мной, ибо от больных приобретаются книги и целые библиотеки. Очень правильное высказывание. Даже не вижу смысла его каким-то образом комментировать. Просто почувствуйте, какая действительно польза, какой интерес был к конкретной истории болезни, и как важно нам сохранить это сейчас. Чтобы правильно лечить, надо узнать, во-первых, самого больного во всех его соотношениях, потом стараться узнавать причины на тело и душу воздействовавшие, наконец, обнять весь круг болезни. Тогда болезнь сама скажет вам имя свое, откроет внутреннее свойство свое и покажет наружный вид свой. Нужно врачу допросить больного, когда болезнь его постигла в первый раз, в каких частях тело показало первое ему утеснение, вдруг ли напала, как сильный неприятель, или приходила я катать во ночи, где первое показало свое насилие, в крови ли, в пасыке, в чувствительных жилах, в орудиях пищеварения или в оболочках, одевающих тело снаружи и снутри, и прочее. Что это, как не изложение нашей современной схемы истории болезни, о которой мы с вами будем еще подробно говорить в следующей части нашей лекции. 1812 год пришелся на время руководства клиникой Матвея Ягдовича Мудрова. Именно ему пришлось спасать медицинский факультет, спасать клиники. Пожар в Москве. Здание университета разрушено. Анатомический театр разрушен. Часть библиотеки погибла. Одно из очень немногих зданий, которое уцелело, было вот то самое первое здание клинического института. И говорили, писали о том, что его спасло место. Вот то, что институт был построен на месте Леонтьевского храма, могло действительно в какой-то степени защитить это здание в самом центре Москвы. После пожара, когда в университете осталось очень мало книг, Матвей Ягдович Мудров отдает университету свою личную библиотеку. 13 октября он возобновил работу медицинского факультета. То есть прошло около года, ему удалось в сохранившемся здании возобновить не только теоретическое, но и клиническое преподавание. Но все понимали, что независимо от пожара, этого здания уже слишком мало. И было начато строительство нового здания клинического института. В 19-м году при участии Мудрова отстроен новый анатомический театр. Не забываем о том, что он был все-таки деканом медицинского факультета. А уже 20 сентября 1820 года состоялось открытие двух новых больших корпусов на той же самой большой Никитской улице. Это был новый клинический институт, уже на 50 коек, из которых 12 чисто терапевтические. И это был медицинский институт. По сути дела, это было общежитие, место, где могли находиться студенты, для того, чтобы быть максимально близкими к университету и не тратить время на переезды. Медицинский институт располагал возможностью поселить до 100 воспитанников университета. И, собственно, как декан, Мудров говорил, что студенты не должны терять невозвратное время, бегая по больницам. Еще один смысл собирания всех клиник университета в одном месте – это, конечно, удобство вашего обучения. Где же находились эти новые здания? Здесь нам уже немножко проще. Здание клинического института 2020 года было построено на месте первого клинического института. Это тот же самый угол Большой Никитской и Леонидовского переулка. Вот так выглядело это первое, вернее, уже второе здание клинического института. На наше счастье уже и фотографии сохранились. Вы видите вот эти 50 коек. Они занимали два этажа. Такое вот вытянутое вдоль улицы здание. Конка начала 19 века. Что там сегодня? Прекрасное и известное вам здание ботанического корпуса МГУ. Вы видите вот это здание желтого цвета. Это непосредственно угол Большой Никитской и Маховой. Вот там виднеются уже кремлевские стены. То есть это место, оно осталось за университетом. Когда вы заходите в эту арку, вы попадаете на территорию уже наших корпусов. Это институт физиологии, это анатомический корпус. Чуть дальше вот заканчивается желтое здание. Начинается такое вот голубоватое. Сегодня это зоологический музей. Тоже в свое время созданный при университете. Именно на этом месте находился медицинский университет. То есть все было сделано очень разумно, компактно. Клинический институт, в котором студенты учатся и находятся больные на 50 койках. И медицинский институт, в котором, видимо, они не только жили, но читалась и какая-то часть теоретических лекций. Вот я думаю, что более удобного расположения и сейчас трудно себе представить. Что мы знаем про это устройство в клиническом институте 1820 года? Две кровати женские на штатном содержании полагаются на случай крайне бедных женщин и с неизлечимыми болезнями, коих в городских больницах не принимают, як и неизлечимых, а в домах не держат от вонь. Обратите внимание, вот сегодня, когда пациент тяжелый поступает в клинику, мы, конечно, берем таких пациентов, но как раз мы расцениваем их скорее как пациентов в городских больницах. По крайней мере, долго держать их в клиниках университета не всегда получается. И они уезжают долечиваться в городские больницы или домой, где им оказывают палеотивную помощь. Установка во времена Мудровых была совсем противоположная. Те больные, от которых отказывались городские больницы, самые тяжелые, самые бедные, самые неухоженные, могли найти приют в университетских клиниках. Если случится много разнородных болезней, острых, хронических, трудных, вонючих, прилипчивых, если больные будут лежать по фамилиям болезни, то клинический институт следующее имеет устройство. То есть начиналась медицинская сортировка. Палата для горячих лихорадок и воспалений, если говорить о 20-м годе, ковид-госпиталь в тех времен. Комната для горячих нервических. Палата для сыпей острых, как то кори, оспы и прочее, и для сыпей холодных, как то лишая в часовке болезней нервических и прочее. Палата для течений, например, поносов, для остановок, например, водяных болезней, чахот, экскорбот и прочее. Палата для болезней нервных и помешательств ума. Вот такое очень разумное разделение, распределение этих 50 коек. Конечно, Матвей Яковлевич воспринимал это открытие институтов как одно из главных дел в своей жизни, и именно так мы это воспринимаем и сейчас. И очень трепетно готовился к открытию. Слава Богу, сохранилось, напечатано тогда же и хранится в библиотеке имени Ленина и во многих других его слово на открытие клинического и медицинского институтов. Я думаю, не так много врачей читали этот документ полностью, но практически каждый, не только врач, но и вообще более-менее образованный человек знает вот это знаменитое выражение о том, что лечить надо не болезнь, а больного. Приписывают его авторство на самом разном. Врачам часто соотносят это с именем Захарина. Вот я прошу вас прочесть вот эту цитату и запомнить, что именно Мудров был тем первым русским врачом, который об этом сказал. И опять же, если обращаться к современной медицине, слышать то, что нам говорят о персонализованной медицине, ничего нового сегодня на эту тему не сказано. Всё было сказано ещё в 1820 году, ровно 200 лет назад. Вам же, друзья мои, ещё чаще и громче буду всегда повторять одно и то же, что не должно лечить больной болезнь по одному только её имени. Не должно лечить и самой болезни, для которой часто и названия не находим. Не должно лечить и причин болезни, которые часто ни нам, ни больным, ни окружающим неизвестны. Ибо давно уже удалились от больного, не могут быть устранены. Должно лечить самого больного, его состав, его органы, его силы. Вот тайна моего лечения, которую приношу вам в дар, представляя вам на произвол, следовать ли моему лечению или нет. Откуда ещё могли вы слышать эту фамилию? И может быть у кого-то из вас это воспоминание шевельнулось? Вы видите перед собой открытый третий том «Войны и мира» Льва Толстого. Читаем историю о болезни Наташи после того, как её покинул князь Курагин. О том, что с ней случилось и как многие врачи пытались её спасти. Как бы переносил Грайб болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ему стоила тысяча рублей болезнь Наташи, и что он не пожалеет ещё тысяч, чтобы сделать ей пользу. Ежели бы он не знал, что ежели она не поправится, он не пожалеет ещё тысяч и повезёт её за границу, и там сделает консилиум. Ежели бы он не имел возможности рассказывать подробности о том, как Метивье и Феллер не поняли, а Фрис понял, и Мудров ещё лучше определил болезнь. Что бы делала графиня, ежели бы она не могла иногда ссориться с больной Наташей за то, что она не вполне соблюдает предписание доктора. Вы видите, сколько иностранных врачей не смогли помочь Наташе, только Мудров, названный здесь под своим именем, ещё лучше определил болезнь. Конечно, это вымысел, и Наташа Ростова-Мудров не лечил, но это не случайный вымысел, потому что слава Мудрова как практического врача после военных времён в Москве была несравнима со славой ни одного другого практического врача. Его можно бесконечно цитировать, я не откажу себя в этом удовольствии. Давайте посмотрим ещё на некоторые замечательные высказывания Матвея Яковлевича. В познании болезни есть половина лечения. Этим мы будем заниматься на курсе факультетской терапии. Надо много знать лекарств, но мало употреблять он их. Простота есть печать истины. Складная песенка не дудкой, а игроком. Странное, но известное всем добрым хозяевам дело, что богатым помогает продолжительное употребление лекарств дорогих, а бедным малозначащее пособие приносит скорую пользу. Взять в свои руки людей здоровых, предохранять их от болезней наследственных или угрожающих, предписывать им надлежащий образ жизни, есть честно и для врача покойно, ибо проще предохранить от болезней, нежели их лечить. И всем состоит первая его обязанность. Во врачебном искусстве нет ничего труднее сей науки предвидения, а самое предсказание требует такой тонкости, осторожности, плодоразумия и мудрости, каких и словами изобразить не могу. Привычка вторая натура, а переменять натуру не должно. Теперь ты испытал болезнь и знаешь больного, но ведай, что и больной тебя испытал, и знает, каков ты. Обращение к доктору, обращение к вам, студентам, которые очень скоро пойдут в палаты к пациентам. По теории, книгам почти все болезни исцеляются, а на практике в больницах много больных умирает. Книжное лечение болезней легко, а деятельное лечение больных трудно. Иное наука, иное искусство, иное знать, иное уметь. Многим наукам можно научиться, сидя в своей комнате, через долговременное собственное упражнение, без учителя. Но медицине, и в особенности высочайшей ее степени, врачебному искусству, никак и никогда. Для снискания знаний врачебного искусства непременно должно иметь живого, опытного учителя. Должно через него введено быть в святилище медицины. Должно внять из уст его практические направления. Должно осязательным образом при постели больных принять непосредственно из благодетельных, возвращающих здравие рук его, в дар исцеления болезни. Быв некогда сам, молод и неопытен, я всегда любил добрые советы старых врачей. Люблю их и поныне, и всегда готов ими пользоваться. Я торжественно, с благодарностью признаю, что благовременные советы толковых врачей были для меня первой и лучшей школой в Москве, и несравненно полезней всех практических книг. Слушайте это, дорогие студенты, которые обучаются дистанционно, и пользуйтесь той возможностью непосредственно перенять врачебное искусство из рук учителей, которую вы получаете, придя в нашу клинику. Конечно, мы не могли не задаться вопросом, где находится последнее пристанище такого человека, как Матвей Яковлевич Мудров, потому что ему хочется, конечно, поклониться, его память хочется чтить не только абстрактно. Человек, всю жизнь проведший в Москве, нашел свою смерть в Петербурге. Началась эпидемия холеры, началась она именно с северных сторон, и Мудров уехал туда руководителем Центральной комиссии для уничтожения холеры. Опять вспоминаем 2020 год, и я могу сказать, что тень, образ Матвей Яковлевича Мудрова встречал нас каждый день в нашей клинике, которая стала ковид-госпиталем, потому что именно в портретной галерее клиники была оборудована такая большая площадка для облачения в специальные обмундирования, и каждый раз, приходя на дежурство, мы видели перед собой портрет Мудрова. И у нас было полное ощущение, что мы работаем практически на эпидемии холеры, потому что так же мало средств для борьбы с болезнью, было у нас, как и у него в начале XIX века. Конечно, он не мог остаться в стороне, он был очень опытный к тому времени врач, прошедший и школу Отечественной войны, и заруководивший различными геническими мероприятиями, вы помните, эпидемию мизентерии. Конечно, он был там, и, конечно, холера была смертельным заболеванием, которое его, к сожалению, не миновало. И он оказался похоронен на так называемом холерном кладбище, потому что никто не знал, как долго остаются заразны эти пациенты. Расположение этого кладбища выяснить удалось. Оно упразднено, упразднено довольно давно, но еще в 1913 году его видел один из историков медицины и подтвердил, что действительно именно там находится надгробный камень Матвея Яковлевича Мудрова. Вот это фотография 1913 года. Видите, кладбище уже зарастает деревьями, там уже нет оград, хотя общий оград еще сохраняется. Удалось прочесть надпись «Под всем камнем погибено тело раба Божия Матвея Яковлевича Мудрова, окончивши земное поприще свое после долговременного служения человечеству на христианском подвиге подавания помощи зараженному холерой в Петербурге и падшего от онной жертвы своего усердия». Вот расположение этого кладбища. Финляндский вокзал, Петровская набережная. Аритмологам хорошо известна гостиница «Петербург», где много лет проходит российский конгресс «Кардиостим». И вот чуть подальше, на углу Арсенальной и Чугунной улиц, и находилось это холерное кладбище, упраздненное более 100 лет назад. В качестве ориентира рядом находится по сей день возрожденный Самсуньевский собор. И была предпринята экспедиция в это место, чтобы посмотреть, что же осталось на месте захоронения Мудрова. Ну, прежде всего, вот так выглядит Самсуньевский собор. И эта территория достаточно ухоженная. Здесь находится памятник первым архитекторам Петербурга. И мы думаем о том, что если восстанавливать какую-то доску в Петербурге памяти Матвея Яковлевича Мудрова, наверное, она должна быть где-то рядом, не на самом бывшем кладбище, а именно здесь. Есть несколько мест в Москве, которые связаны с памятью Мудрова, но, к сожалению, это нигде и никак не обозначено. Ну, как это ни странно вам покажется, колокольня Ивана Великого. Почему она здесь? Она восстанавливалась на средство Матвея Яковлевича после пожара 1812 года. Это церковь Воскресения Славущего в центре Москвы, прихожанином которой он долго был. А это другой храм на Красной Пресне. Прихожанином этого храма он был последние годы своей жизни. И здесь находится предел Софии при Мудрости Божией, отстроенный непосредственно на средства Мудрова. Если думать о том, что в Москве должна быть тоже, конечно, памятная доска, скорее всего, она должна быть где-то на стенах этого предела. Ну, а это та улица в Волоте, где он родился. И, к сожалению, уже здесь никаких воспоминаний о временах Мудрова не осталось. Хотя здесь помнят это место, и, собственно, улица носит имя Матвей Яковлевич. Что писал вот тот самый историк медицины, Колосов в 15-м году, который обрел его нагробный камень? Как оценивалось значение Матвея Яковлевича Мудрова почти через 100 лет после его смерти? Он принадлежал к немногим профессорам того времени, которые с европейской образованностью соединяли резко выраженные национальные черты и проявляли их в своей научной, преподавательской, практической и общественной деятельности. Он не только переносил успехи европейской науки на русскую почву, но вносил немало критического, соответствовавшего его русскому духу, на практике приноравливался к условиям русской жизни. Без борьбы с немцами он занял видное место в русской науке и первое место среди врачей Москвы. Если можно признать, что в начале XIX века у нас уже создавалась научная, чисто русская медицина, то одно из первых мест должно быть отведено в этом деле Матвею Яковлевичу Мудрову.